Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Этот выпуск посвящен необычным памятникам. В 2015 году в Запорожье появились два таких памятника. Лошадь с лицом министра иностранных дел России и печальное существо, похожее на Владимира Путина. Обнимающее мертвого Снегиря. Извоял памятники скульптор Александр Третьяк. А идея принадлежит запорожскому бизнесмену Максиму Дрозденко. Памятник с Путиным и Снегирем теперь появился на почтовых марках, отпечатанных коллекционным тиражом. Сто блоков и тысячи одиночных марок. Заказавший эти марки Максим Дрозденко хочет потратить деньги, вырученные от их продажи, на превращение принадлежащего ему бомбоубежища советских времен, в культурный хаб. Согласитесь, смотреть во время воздушной тревоги кино и пить кофе или пиво значительно приятнее. Но и концерты в безопасном помещении намного понятнее, заодно их не надо прерывать, пишет Максим Дрозденко. Я попросил бизнесмена рассказать об этой инициативе и о том, что происходит сейчас в Запорожье. Вы в Запорожье все это время живете или наездами, или куда-то уезжали? Не, не ездили. Зачем же я буду убегать во время войны? Поближе надо быть к центру событий. За это время 60% территории области ушло под контроль русского мира. Я помню, мы с вами говорили 7 лет назад. Да. Вы сказали, что надеетесь на то, что русский мир больше никогда не придет на вашу землю. Почему это? Ну, бешеная собака, она все-таки иногда имеет свойство пытаться кого-то укусить. А то, что она бешеная, ну, выяснилось вот недавно. То есть в этом году буквально. То есть лично я тоже, как и многие, думал, что это все-таки игра на нервах и попытка вызвать панику, что не самоубийцы же в конце концов там живут. Но оказалось, что самоубийцы. Расскажите о том, как живет ваш город. В области, значительная часть которой оккупирована. Ракетные удары по городу уже не вызывают никаких эмоций в основной массе населения. Те, кто боялся ракетных ударов, уехали в эмиграцию. Те, кто остался, их не боятся или контролируют себя. Все начало работать как обычно. Наши чиновники начали воровать даже сильнее, чем обычно. В этом плане у них как раз, наверное, адреналиновая зависимость прямо-таки возникла от этого процесса. А так, в общем-то, кафе работает, транспорт работает, все работает. Бензиновая паника прошла. Паника, когда боялись, что город будут захватывать, прошла ситуация, когда ракеты «Ураган» долетают до пригорода, то есть буквально фронт на 10 километров сдвигается, и мы превращаемся в лучшем случае в Харьков. Психологически основная масса населения этого не совсем воспринимает. Сейчас новый повод для паники этой ситуации на атомной электростанции. Как вы это переживаете? Ну вот из марок, которые я выпустил, мы финансируем восстановление атомного бункера. То есть это будет культурный хаб, он же противоатомный бункер. Строился при советской власти, сейчас задача восстановить минимум вентиляцию, это довольно дорого. Вы пишете, что в городе вообще не от полноценного бомбоубежища? Бомбоубежища, построенные при советской власти, делились на две категории. Первая строилась после войны в подвалах жилых домов. Это та же самая проблема, что была в свое время в Хиросиме и Нагасаки, что основное поражающее свойство – это пожары тех домов, которые отказались в зоне взрыва. То есть то, что произошло в Мариуполе, собственно говоря. В эти бомбоубежища в здравом уме лучше не заходить, потому что они, конечно, от осколков может и защитят, но если начнется что-то серьезное, то это будут просто братские могилы, потому что дом будет гореть и рушиться. Как вы понимаете, в режиме Мариуполя нельзя обеспечить тушение, домовую разборку об завалом. То есть те бомбоубежища, которые строились в 70-е годы, вот одно из них – это то, что у меня в здании, то есть которое я делал из него культурный хаб, пытался восстановить его как бомбоубежище, они выдержат и атомный удар, они на это рассчитывались. Основная проблема в том, что никто ими не занимается. То есть они вот есть, но инфляцию в моем не включали никогда. То есть в советское время ее проверяли, наверное, а может быть и нет. После советской власти, то есть вот она, сейчас ее пытаются запустить, по крайней мере, чтобы проверить, что в ней не работает. То есть интереса к бомбоубежищам наша власть не проявляла. Была веселая история, когда приехал из Мариуполя директор департамента культуры Тапочного грузовета, которого они назначили готовить бомбоубежище в свое время, а почему-то именно директор департамента культуры. Благодарные жители его хотели немножко убить, милиционеры его оттащили. То есть ну вот в этот момент наш совет немножко взбодрился. В том интерес пропал. То есть они рассчитывают на то, что бомбоубежище надо будет использовать. Вы говорите, что вы делаете культурный хаб, как-то очень трудно себе представить такое предприятие в нынешней ситуации, когда идет война и город под обстрелом. Уж какие тут культурные мероприятия сейчас? Прекрасно все относятся. Там был концерт 95-го квартала. Вот в этом бункере проходил концерт. Они делали по аналогии в Киеве, делали в метро. То есть пришло полторы тысячи человек, три концерта по 500 человек. Больше в помещение просто не влазит. То есть 500 человек нормально заходит. Люди же не перестали жить. То есть они едят, пьют, им хочется куда-то сходить. Кинотеатры работают. Я сам хожу в кино. Я хотел попросить вас напомнить нашим слушателям, как возникли те памятники, которые вы тогда создали. Все-таки прошло очень много лет, и их символику уже сейчас трудно понять, особенно эту историю со Снегирем. Снегирь – это наша абсолютно местная история. У нас был когда-то агент русской разведки, которому было поручено создавать все время Запорожскую Народную Республику, Владимир Рогов. Он, судя по всему, выделенный ему бюджет разокрал. Запорожская Народная Республика провалилась, и он убежал в Москву. Когда он убежал в Москву, там был где-то в каких-то прихвостнях у кого-то, его пустили на центральное телевидение, и он выложил совершенно безумную историю о том, что в Запорожье ученикам школы поручено убивать Снегирей, потому что они цвета русского флага, и подкармливать синичек, потому что они желто-блокитные. Специфика этой истории в том, что в Запорожье вообще не живут Снегири. Не их территория, скажем так. То есть этот мем очень широко разошелся в Украине, по крайней мере. Я тогда сделал памятник замученным ЖД Бандеровцами Снегиря. Поскольку он зашел очень хорошо, появилось желание сделать еще один памятник. Ну, второй памятник был бессмертный флазер Лаврова Дебил и бля, который он когда-то на какой-то конференции брякнул. В виде лошади? Да-да-да. Вот если вы помните, вы у меня брали интервью как у говорящей лошади Лаврова. Фейсбук мне тогда уничтожил все мои аккаунты и эту страничку, она была довольно популярной. Я ее сейчас восстановил. Говорящая лошадь Лавров скоро начнет опять вещать новости, заканчивая их своей бессмертной фразой дебил и бля. Что же произошло с этими памятниками? Какова их судьба? Ничего, они стоят у меня в кабинете. Они стоят у меня в кабинете, то есть запорожские чиновники от них шарахаются и тогда шарахались и сейчас шарахаются. Единственное исключение, это наш директор департамента культуры и обладминистрации Владимир Марокко, который первым купил эти марки и отправил их в Кремль Путину письмо из нашего плачтанта. Это единственное исключение, все остальные боятся эти памятники, даже рядом с ними находятся. Ну вот мы перешли уже к маркам, а как они появились и действительно ли можно их наклеить на письмо и куда-то послать? Их и печатала почта Украины. Идея марок была с самого начала. В 2015 году я их пытался тоже напечатать на пике популярности этого памятника. Я пытался их напечатать, то есть это услуга Укрпочты, частная марка. То есть когда человек заказывает марку со своим изображением. В 2015 году Укрпочта мне официально отказала. Именно с мотивировкой, что этот памятник очень похоже на Путина, а политические деятели они не печатают. Тема подзабылась. В этом году я пытался их напечатать три раза, то есть с третьего раза удалось. Они были напечатаны. Более того, произошла смешная история. То есть я заказал первую небольшую партию, у меня было шесть блоков первой марки. Я их напечатал на пробу. Обнаружил, что Укрпочта маркирует свои... То есть на этих марках стоит буква, которая означает номинал. То есть цена отправления меняется, но если человек оплатил цену отправления, то он ее может отправить даже когда она подорожала. То есть у нее стоит номинал, и этот номинал Укрпочта признает независимо от изменения стоимости отправки. Так вот, эти марки... Укрпочта маркировала свои марки буквой В, то есть символом вторжения латинской. Я задал вопрос, нельзя ли напечатать с какой-то другой буквой, ну как бы так странно достаточно. После этого они изменили всю маркировку всех марок, то есть теперь они печатают с буквой У. Поэтому у меня еще есть для отдельных каких-то очень серьезных аукционов вот действительно шесть уникальных марок, которые промаркированы буквой В, то есть даже я не смогу их допечатать, если даже захочу. То есть Укрпочта больше такое не печатает. Вы пишете, что Украина стала страной филателлистов. Я думаю, что не все наши слушатели и читатели знают об этом. Я видел, что гигантские очереди стояли в Киеве за маркой русский военный корабль. А в Запорожье тоже она пользовалась таким успехом? Вообще продавалась бы? А, продавалась бы таким успехом, если бы тут ее кто-то продавал. То есть сюда попал очень небольшой тираж, я так понимаю, он разошелся просто среди ценителей этой марки уважаемых людей. У вас есть экземпляр? Нет, 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 нет. Ну зачем? Я не собираю марки, грубо говоря, эта марка для тех людей, которая нужна, она значительно нужнее, чем мне. Значит, письмо с этой маркой ваше отправлено в Кремль, да? Да. Но оно туда не дойдет. У нас почтовое сообщение, поэтому оно туда не дойдет. То есть отправить он его отправил, называется. То есть оно будет лежать на Укрпочте до того момента, пока не будет восстановлено это сообщение. Может быть, когда-то и дойдет, если к тому времени Кремль еще будет существовать. Я хотел еще вас расспросить вот о тех людях, которые перешли на сторону врага. Вот, например, человек по имени Евгений Балицкий, который бывший народный депутат, который возглавил сейчас, как вы знаете, вот эту вот хунту Запорожской области. И он и Рогов — это люди, ну, скажем так, Россия, когда устраивала вражение, она рассчитывала на приведение к власти тех людей, которые убежали после Майдана в 2013 году. Окружение Януковича, окружение Пшомки, ну, Балицкий — это окружение Януковича и Пшомки. То есть, скажем, очень многие бывшие регионалы стали экономическими патриотами типа Ахметова, потому что они понимают, что как только приходят русские, их собственность перестает быть их собственностью. У них есть что защищать, скажем, да? У Балицкого этого комплекса нет. То есть, он, думаю, на человек, который ждал русских. Я не знаю, правда, чем у него это закончится, то есть, потому что, ну, многие, кто ждал русских, внезапно обнаружили себя на подвале и внезапно обнаружили, что есть люди, которые значительно лучше распоряжаются их собственностью, чем они сами. Вот. Ну, и там же всплыл и Рогов. То есть, он сейчас очень популярный на русских ресурсах как заместитель главы оккупационной администрации Запорожской области. Он еще несколько потом мемо каких-то безумных фейков запустил. Ну, у него это фирменный стиль. Много беженцев из оккупированных районов? Огромное количество. Огромное. Народ оттуда убегает безумными толпами. То есть, жить там совершенно невыносимо, и народ оттуда бежит. Что они рассказывают? Общались вы с кем-нибудь? Работы нет, денег нет, жрать нечего. Любой момент могут забрать на подвал. То есть, прав человека нет никаких. То есть, жизнь то же самое, скажем, ну, как в любой оккупации дикарями. То есть, оккупированные области контролируются несколькими враждующими группировками, которые конкурируют между собой за право ограбить местное население. Ну, была веселая история, когда у нас есть старый музей, Васильевский замок. Там был унитаз 19 века, именно вот этой фирмы «Унитаз». Они его украли. Причем он был нерабочий, этот унитаз. То есть, он был треснутый, его в свое время украли крестьяне при разработании поместья этого замка. А потом вернули как музейную ценность. То есть, ну, он уже был не приводен к эксплуатации как унитаз, просто старинный унитаз фирмы «Унитаз». То есть, вот это одни из первых, которые в мире появились. То есть, ну, они его зачем-то украли. Ну, может, тоже как вашу марку продадут на аукционе? Ну, он вряд ли представляет какую-то музейную ценность. То есть, они его украли именно как унитаз. То есть, а то, что он треснутый, возможно, они не знают, как им пользоваться. Ну, приехали люди из маргинальных районов. То есть, вся оккупационная армия – это те, кого набрали там, где нет унитаза. То есть, там, где из Москвы, там никого нет. Ну, кроме руководства, естественно. Первого. У вас есть видение, как все это закончится и долго ли будет продолжаться? Продолжаться оно будет однозначно до смерти Путина. Или он умрет от того, что оно закончится, или она закончится от того, что он умрет. Тут уже как пойдется. То есть, а вот когда он побрется, тут вопрос непредсказуемый. То есть, при живом Путине это не закончится точно. А, скажем, локальная ваша история в Запорожской области, она может закончиться в ближайшее время, ее освободение? Да, более чем реально. Да, более чем реально. То есть, есть понятное наступление на Херсон. То есть, это наступление на Херсон вполне может привести к тому, что они просто отсюда убегутся. Но они же готовят сейчас референдум, да? Вот если брать того же Рогова, у него было прекрасное предложение проводить референдум из 10 человек. То есть, если им будет надо его провести, они его проведут из 10 человек прекраснейшим образом. То есть, как из 10 человек? Случайно выбрали? Ну, собралось 10 человек в селе, сказали, мы за вступление в Россию. Этих 10 человек можно возить из села в село, у них это прекрасно получалось бы. Если подсчитать историю, как проводили голосование в Польше в 47-м году, то есть, они просто после голосования подделали подписи на протоколах избирательной комиссии, сказали, что мы выиграли. Старая технология, очень проверенная. Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. Тем более, что обеспечить голосование, когда у тебя есть автоматы, а у населения этих автоматов нет, ну, как бы, не самая сложная задача на самом деле. То есть, население, которое осталось, находится от них в полной зависимости. В случае, если победа будет в ближайшее время, можно ли себе представить, что ваши памятники перекочуют из вашего кабинета и встанут где-нибудь на одной из площадей Запорожья? Победу украинской армии я представляю прекрасно. Изменение менталитета украинского чиновника не представляю совершенно. Помните, был советский аналог, что прилетят инопланетяне и все сделают, и нереально мы там все сделаем сами. Ну, вот изменение менталитета украинского чиновника не верю. Памятник будет стоять в бункере. Путин, он, ну, прекрасное место, надежное, безопасное. То есть, ему там будет хорошо. Я надеюсь, что это место будет достаточно популярным. И, в принципе, я так думаю, что там было увидеть намного больше людей, чем на любой площади. Давайте я напоследок обращусь через вас, как через медиума «Говорящей лошади» и спрошу, что она думает обо всем этом. Ну, «Говорящая лошадь» однозначно думает о нападающей стороне дебилы бля. Бизнесмен из Запорожья Максим Дрозденко. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В Косове в июле открылась Биеннале современного искусства «Манифеста». Выставки проходят в столице страны Приштине, и лишь один проект расположен в Митровице, который называют самым разделенным городом Европы. Река Ибар отделяет северные районы города, населенные преимущественно сербами, от южных албанских. Мост через реку патрулируют итальянские миротворцы. Для автомобилей он закрыт. В 1973 году по проекту ягославского архитектора и политика Богдана Богдановича в Митровице был установлен памятник шахтерам-антифашистам. Этот знаменитый монумент вдохновил украинскую художницу Станиславу Пинчук, участницу манифеста, на создание проекта «Европа без памятников». Копию каркаса памятника, созданного Богдановичем, она разделила на три элемента, поместила их рядом с мостом в обмелевшей реке, и теперь жители Митровицы могут укрываться в этом своеобразном павильоне от жары. Станислава Пинчук родилась в Харькове, в 1998 году переехала с семьей в Австралию, начинала как граффити-художник, ее хобби – боди-арт, она делает минималистские татуировки для своих друзей. Среди ее проектов последних лет – красный ковер, символическое изображение бессарабского ковра с карты Киевского Майдана на ступенях оперного театра в Сиднее. Сейчас Станислава Пинчук живет в Сараеве. В названии ее работы «Европа без памятников», сделанной для Митровицы, отражаются слова Богдана Богдановича, говорившего, что он мечтает о Европе без памятников смерти и катастрофы. Я попросил художницу рассказать об этой работе. Я сделала точную копию памятника Богдана Богдановича. И эта копия в реке стала детской площадкой и павильоном, где люди могут посидеть и отдохнуть в тени. Памятник Богдановича – это своеобразная утопия, памятник антифашистам, памятник единству, но в то же время и предательству. Это очень сложный символ города, он принадлежит всем и никому. И я хотела вывернуть его наизнанку, опустошить, сделать символом начало чего угодно нового, хотя бы на одно лето. Украинский художник делает такой сложный проект в городе, разделенном на две части, в городе, где сохраняются элементы военного противостояния. Сложно было все это организовать. Это был кропотливый и довольно долгий процесс. Никогда еще ничего подобного в Митровице не делали. Этот мост – символическое место. Там существует напряженность, и мы очень благодарны людям, которые нам помогали. Объект должен был находиться посередине реки, на своего рода текучей границе. Довольно абсурдно разрезать реку пополам. Реки ведь не только разделяют, но и соединяют. И мне очень хотелось сделать что-то объединяющее для города в этом пространстве. Мэр сказал, что они теперь будут устраивать на этой границе что-то каждое лето, потому что люди уже спрашивают, останется ли моя работа навсегда. И огорчаются, когда слышат, что нет. Она была рассчитана на два летних месяца. И я думала, будут ли люди горевать, когда она исчезнет. А сохранить никак не получится. Это летний павильон, он связан с уровнем воды. Река сейчас обмелела, потом, когда похолодает, вода поднимется, будет сложно туда добираться. Митровица, как многие посткоммунистические города, пострадала от приватизации. Осталась почти без зелёных районов и бесплатных мест для отдыха. Я заметила, когда приезжала туда на разведку, что даже в холодные месяцы подростки сидят возле реки. И захотела сделать что-нибудь полезное, способное немного изменить повседневность. И это получилось. Люди используют мою работу. Памятник Богдановича посвящён сопротивлению сербских и албанских шахтёров к фашизму. Эта тема и сейчас актуальна в Европе. Тогда Европа сказала «никогда больше». Но это заявление не оправдалось. Борьба с фашизмом продолжается. Мой памятник сделан из строительных лесов, которые напоминают о том, как Богданович создавал свой памятник, покрывая каркас бетоном и формируя таким образом утопию, заявление о намерениях от имени людей, которые всё это видели и не хотели, чтобы фашизм повторился в какой-либо форме. Мой каркас из стали и цинка, а цинк до сих пор добывают в шахте Трепча в Митровице. Эта красивая отсылка к материальности города также говорит, какими сложными и предательскими бывают памятники, как и вся коммунистическая история. Но памятники важны, мы привязаны к ним. В Харькове сейчас памятники закрывают мешками с песком от обстрелов. Памятники превращают город в сообщество, становятся маркерами и символами. Они противоречивы и необходимы. Таким образом, у работы появился дополнительный смысл. Она напоминает о войне в Украине. Богданович говорил, что хотел бы никогда не делать такие памятники. Памятники трагедиям и геноциду. Он хотел создавать памятники радости и любви. И в его памятниках это есть. Они могут казаться и древними, и футуристическими. Он надеялся, что работает для будущих поколений, для которых война станет далеким воспоминанием. К сожалению, в Югославии произошло по-другому. А сейчас идет война в Украине. И внутри призрачной пустоты этого памятника, в боли, которая созвучна моей боли и скорби, я хотела запечатлеть эту надежду. О своем проекте в Митровице говорила художница Станислава Пинчук. И последний памятник, о котором мы расскажем в этом выпуске программы «Культурный дневник», еще не появился. Но его место уже определено. Это Хайгейтское кладбище на севере Лондона. Одно из самых старинных и престижных в Великобритании. Восточная его часть – прибежище художников, архитекторов, поэтов и мыслителей. Самым знаменитым из них является Карл Маркс. Здесь же, среди густых платанов и диких цветов, нашел последнее пристанище советский писатель, уроженец Киева Анатолий Кузнецов, попросивший в 1969 году политическое убежище в Великобритании. Но самостоятельно его могилу вы вряд ли найдете. Нет ни памятника, ни какого-либо указателя. Британский журналист Мартин Брайт запустил краудфандинговую кампанию по созданию мемориала Кузнецова. Вот что он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Беате Троицкой. В начале войны России с Украиной мой хороший друг порекомендовал мне прочесть книгу «Бабий Яр» писателя Анатолия Кузнецова. Он только что вернулся из Украины, мы обсуждали происходящее на фоне российского ракетного удара по «Бабьему Яру». И тут мне попалась эта книга. Я зачитался и не мог поверить, что раньше ничего не слышал об этом писателе. Я взялся искать о нем информацию и понял, насколько масштабна это была фигура. Это произведение стало для меня настоящим откровением. Я познакомился с ним впервые, но быстро осознал, что это настоящая классика, к сожалению, забытая. Эта книга должна быть более широко известна, подумал я и решил выяснить, что за человек был ее автор. Сделал ли какие-то открытия для себя? Я изумился, когда узнал, что Кузнецов был успешным, хорошо известным советским писателем, автором рассказов, повести и сценариев. Он казался вполне лояльным советскому режиму в 60-х годах. Но после вторжения СССР в Чехословакию, я так понял, он уже не мог выносить эту ситуацию и использовал свой писательский статус, чтобы попасть в командировку в Лондон, якобы изучать деятельность Ленина. Он прибыл сюда с советской делегацией в 1969 году, но удрал от своего куратора и перебежал на Запад. Знали ли вы о трагедии в Бабьем Яру до того, как познакомились с книгой Анатолия Кузнецова? Я много лет работал в еврейских хрониках и знал о резне в Бабьем Яру. В первые дни после российского вторжения в Украину были разговоры о том, насколько пострадал мемориал в Бабьем Яру, когда российская ракета ударила по киевской телебашне. Но всю историю той трагедии в подробностях я не знал. Например, настоящий характер зверств, которые советские власти скрывали, и то, с каким размахом они это делали. Я не знал, что вся территория Бабьего Яра после войны была рекультивирована, и власти во многом стерли память о случившемся. И я никогда не слышал об аварии в 1961 году, которая привела к многочисленным жертвам. А что вас особенно покорило в книге Кузнецова? Она очень необычная. Кузнецов пишет в своем уникальном стиле. Он описывает жанр своего произведения как документальную повесть. Как журналист я поражаюсь его усердию в поисках правды, и хотя автор использует повествовательный нарратив, он принципиально основывается на фактах, которые знает лично. В каком-то смысле это очень современная книга. Она касается вопросов пропаганды, дезинформации и фейковых новостей, которые очень актуальны в наше время. Известно, что часть книги, где он пишет о советской пропаганде, Кузнецов написал уже в эмиграции. В СССР ему разрешили напечатать только куски, где говорится о зверствах нацистов. Поэтому он перевез копию своего текста на микропленке, обмотав вокруг тела на Запад, где уже смог опубликовать полный текст без купюр, добавив еще и комментарии. Да, в англоязычном переводе разные части книги представлены разным шрифтом. Основной уже опубликованный текст напечатан обычным шрифтом. Куски, подвергшиеся цензуре, выделены другим. И еще один сектор, дописанные куски уже по приезду в Великобританию. Так что это практически три книги в одной. Как вы пришли к идее создания мемориала? Как вы вообще узнали, где он похоронен? Я знал, что Анатолий Кузнецов оказался в Лондоне, а сел здесь и работал на Радио Свобода. Я также слышал, что он ничего больше не мог написать. Ему плохо это давалось на чужбине, хоть он прожил здесь 10 лет. Мне было интересно узнать, что с ним случилось. В какой-то мере я был им одержим. Я нашел упоминание о том, что он был похоронен на кладбище Хайгейт. Но могила Кузнецова совсем никак не обозначена, и найти ее невозможно. На одном незначительном сайте для людей, которых интересуют старые могилы, я нашел упоминание об этой могиле и фотографию участка, где была только трава. Я обратился к администрации кладбища, они проверили свои записи и нашли упоминание о месте захоронения. Определить его было нелегко, но вместе с моим сыном мы обнаружили, что он был похоронен через несколько могил от сэра Ральфа Ричардсона, знаменитого британского актера, и напротив известного художника Патрика Колфилда. Я ожидал, что человек масштаба Кузнецова будет столь же заметен, но когда я увидел могилу, то был поражен, что на ней ничего нет, ни камня, ни надгробия, совсем пусто. Я считаю, что Анатолий Кузнецов был выдающимся писателем, и он достоин мемориала Великобритании. Он поведал миру подлинную историю трагедии в Бабьем Яру, он основной мемуарист этого события, и Великобритания должна гордиться тем фактом, что он избрал Лондон своим домом, и что он здесь похоронен. Вы говорите, что никогда раньше о нем не слышали, а вы ведь журналист и интересуетесь российской историей. Что же касается рядовых британцев, неужели им интересен советский хроникер исторического события времен Второй мировой? Думаете, это вызовет резонанс? Полагаю, что всегда важно помнить нашу общую историю, и особенно события такой значимости. Мне кажется, что слишком просто позволить писателю уйти в забвение. Мы должны напомнить о репутации Анатолия Кузнецова. Его работа – выдающаяся литература, и я надеюсь, что владельцы прав на его произведение переиздадут его, отредактируют, и мы увидим полный текст этого замечательного романа, что позволит нам почтить память этого человека в той мере, которую он заслуживает. Мемориал будет частью возрождения этого автора из небытия. Отзывы на мою краудфандинговую кампанию поддерживают эту идею. Разговоры Беаты Троицкой с лондонским журналистом Мартином Брайтом завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова